Я в танке, пацаны! Я танкист! Всем привет, друзья! Это третий летсплей на Арму 2. Я играю за русского солдата, так что нам будет как-то посложнее теперь убивать американцев, потому что американцы, они опасная такая нация. И в жизни, и на войне, и в жизни на войне... Ну, в общем-то, будем поосторожнее, потому что мы, как уже привыкли, и играть за американцев, а теперь сами-то против американцев играем. Думаю, вскоре мы привыкнем, и будет, что будет. Надеюсь, что в этой миссии нам больше не придется бежать 300 метров туда, 300 метров обратно, так что, думаю, эта миссия будет лучше, чем во втором летсплее. Ну, давайте, вон, найдем врага. Почему-то мне отметка показывает, что там враг, но там никого нету. Как-то странновато, друзья. Видимо, бак или что-то еще. О, вижу! Блин, какой же этот косой пулемет, он такой, блин, с такой отдачей огромной просто. Есть. Получил американец! Так, на меня едет БМП. Привет, БМП. Ой, да ты еще и дикий. Ты где ездить научился? В ГТА? Эй, стой! Сука! Я из-за тебя умер! Еще, что мне кажется, так это то, что мы воюем не с американцами, а с самими русскими. Потому что, смотрите, этот хочет меня убить, но я его, слава богу, убил. Так что в этой миссии мы, походу, воюем не против американцев, а против каких-то повстанцев, наверное, или мятежников. Ну, короче, что-то неведомое, что я еще не знаю, и я нашел какой-то магазин под названием «Звезда». Наверное, это конфетный магазин или кассы какие-то. Какие-то странные кассы, кстати. Ладно, давайте зайдем глубже. Примерно как в мою женщину, когда мы с другом в нее входили. Как в открытый магазин. Так, ну, что тут? Тут ничего, блин, друзья. Тут только двери, стены и полки. Кроме дверей, стенок и пола, тут есть еще и курочка. Теперь нету. Я думаю, это куча говеного мусора. Когда-то была единой целой машиной, потому что здесь есть капот, унитаз и четыре колеса. Ну, еще какая-то лестница, но это не важно. Из этих вещей можно было сделать очень даже хорошую машину, например, Шаху или Батаврию. Ну, почему бы и нет. Курочка. Пока. Бля, я заебался делать какой-то пизде, потому что, блядь, врагов вокруг нету. Блядь, есть враги, сука. Убегаем, мать вашу. Блядь, забор. Сука. А также курочка. Блядь, пока. Вот жопа я чувствую. Здесь есть враг. Здесь есть враг, блядь, сука. Так, друзья, давайте побежим-ка и кого-нибудь убьем, потому что я уже заебался курицу убивать. Так. Там, походу, кто-то есть, но, блин, почему цель показана туда, а там противника нету? И мне что-то кажется, что сейчас слева и справа на меня нападет противник и не убьет меня, а просто изнасилует до полусмерти. Но полусмерть это еще не смерть, так что забьем. Итак, я добежал до того места, где, по ихнему мнению, есть противник, но этот красный квадрат висит в воздухе просто над травой. Что за дерьмо советские люди. Так, друзья, как-то хуёво у нас складываются дела, потому что я прибежал на какую-то ЖД-станцию. Хотя нихуя это не ЖД-станция, а просто ёбаные рельсы, блядь. Обычная ёбаная железная лестница, положенная на землю. Блин, тут даже нету элементарной пристани, не знаю, такой вот будки для людей, просто ЖД. Жаподралова, вот. Что это? Как мы уже знаем, что если бежать по шпалам, то всегда эти шпалы приведут тебя в нужное место, так что давайте бежать куда-то вперед по шпалам. Так что, возможно, нам повезет, возможно, мы кого-нибудь такие убьем. Но я не знаю, ведь, может, и тут есть поезд, может быть, тут есть какие-нибудь вагонетки, не знаю. Но я никого не вижу. Вот я пришёл на какую-то станцию, но и на ней никого нету, так что давайте возвращаться назад. Если честно, я путаюсь между нашими и повстанцами, я так понял, повстанцами. Поэтому, наверное, будет трудно их различить, потому что они тоже с АК-47, тоже в зелёной форме, примерно такой же, как и у нас. Так, давайте перелезем через заборчик. Опачки. Так, ну и побежали дальше. Блять, люди, я только что убил какого-то русского, который тупо пробежал мимо меня. Итак, давайте найдём отличия между нашей формой и ихней. То есть у них тоже есть АК-47, тоже такая же форма, как и у нас. То есть нет отличий, они такие же, как и мы. Как же мы можем их различить между нашими и не нашими? Ну разве что тем, что они могут проходить сквозь стены, а я никаким хером не могу туда пробраться. Так что будем рассматривать эту точку зрения, то что они могут проходить сквозь стены. Ну что же, снизил я эти настройки качества графики. У меня они были на очень высокие, а теперь на нормальном. Но это я сделал, чтобы не так лагало. Ну и сейчас, в принципе, чуть-чуть подлагивает, но не так, как в прошлый раз. Так что сейчас будет картинка идти чуть мягче. Поэтому всё сейчас будет на окее. Дикий БМП взорвали. Ну наконец-то. В ГТА меня тоже так взрывали. Только не на БМП, а на машине. А этот прям на танке дрифтовал где-то там. Ещё и знак сбил, скотина. Так тебе и надо. По заслугам получил. Так, я нашёл Т-90. Так что давайте последуем за ним. Мы даже бежим быстрее, чем этот танк. Ого, тут людей раскидали. Это не наши. Не русские. Потому что русские против рыських не может воевать. Оу, нихера ты удрал, ё-моё. Чувак, постой. Подожди меня, блин. Куда ты убегаешь-то, а? Спасибо. Услышал ты мои молитвы, чувак. Ну-ка, а если мы постреляем ему в баке, то будет что-то там? Взорвётся, например. Ай, нихрена. Ладно. А БМП тут на туре дикие. Смотрите, едет и заборы ломает. Эти заборы мой дед ставил до войны ещё. А он тут, видите ли, ездит и эти же заборы и ломает. Смотрите, какой он, блин, на месте ещё дрифтует. Я вот, вроде бы остановился. Но нихрена, такого мудака никто не остановит. Давай, ломай его полностью. Всё, давай. Ой-ой-ой, только меня не сломай, урод. Давай, поехал, поехал. Хули стал, ну. Чё стал как хуй? Едь, давай. Ну, блядь. Давай, я тебя подтолкну хоть, блядь, давай. Толкай, ну, блядь. Езжай, ёбана. Всё, я его утихомирил, друзья. Я так понял, теперь этот БМП мой друг, поэтому давайте последуем за ним на какой-то водопроводный завод. Ну, просто, это такой призаводный город. Я просто больше не понимаю, как это назвать. Так, мне кажется, это наш. Теперь вы сможете расплатиться с ним. Тут очень много против... Нет, это наш БТР был. Ну, тут наши вперемешку с не нашими. Вот это, например, не наш. Я его точно распознал по его серой форме. Так, это наши пикап-мастер. Всё, мы что ли выиграли, да? А почему цель ещё там за 500 метров? Бак какой-то в сохранении игры. Так, они намекают на то, что сейчас нужно будет зачищать какое-то место. Так, что там? Мне поставили цель, как во втором летсплее. Ой, ой. Чё это ты делаешь, а? Да что это такое? Растелся, а? Ну-ка, возьми свой пулемёт. Возьми, стань возле забора и охраняй нашу территорию. От не наших. От кавказцев. Чтобы не... Не переходили территорию своих гор. Ладно, встретимся, когда... Я добегу до той жёлтой фигни. 200 метров. Блядь, там вражеский БМП. Я только что от него чуть не... Вернее, от него спасся. Ой. Блядь, сохранение игры. Ой, господи. Господи, блядь. Блядь, пизду тебе в рот вставлять. Блядь. Блядь.